здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю вас всех кто поддерживает мой канал и особенно материально и в том числе книгами благодарю всех за ваши комментарии за вашу умственную интеллектуальную работу за поддержку моих мыслей и выводов благодарю рада что у нас с вами называется мысли на одной волне этот фильм посвящен небольшой зарисовки хотелось пылу с жару но звук там не пошел поэтому я делаю перезаливку этого фильма небольшого зарисовка на вечернего днх накануне великой октябрьской социалистической революции так мы пройдем по улице хованской и вот по этой улице до южного входа в днх вот такой у нас будет небольшой маршрутик вечерний ночной накануне октябрьской революции здесь даже транспорт ходит все здесь открыли реставрировали подвал мои любимые и я точно знаю потому что там есть еще под этим полуподвалом есть еще полноценный этаж это мне говорили рабочие вот пойду посмотрю что здесь и как ну вот примерно такая красота прям кайф если помню что здесь везде стояли заборы и что-то все делали рыли рыли здесь несли дом был деревянный вот на этом месте и стояла маленькая старинная из красного кирпича тоже будочка такая здание небольшой домик тоже все снесли вот деревянный дом если вспоминай он здесь был долго долго стоял вот это аллея вот сейчас это так выглядит никто и не догадается что здесь было раньше что здесь вот дом стоял наплыв глины сверху оттуда с города с улицы королева башня вот здесь сделали подпорку выровняли так это не то что там холм это вот такой был наплыв глины здесь везде глина потому что все это исхожено в разное время в разные годы начиная с 80-х годов поэтому узнаем что здесь именно глина сделали такой наплыв и такое ощущение что под этим наплывом что-то есть вот его как бы здесь оставили сейчас конечно все это красиво даже сказочно ну но в днх всегда сказочно всегда красиво но здесь когда-то была разруха стройка бесконечная что-то прикрывалась перекрывалась а там кирпич вот под этим зданием красный кирпич она стоит на чем-то кстати живет свет в окошке говорит и думаю что это все снесут нет оставили оставили здесь добавили на эту глину плодородный слой высадили вот пихты что там деревца елочки какие-то не видно отсюда облагородили долго долго здесь шла какая-то стройка непонятно особенно при лужкове вот здесь стояли заборы не стоял забор 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 и здесь тоже какие-то ограждения какие-то заборы было довольно уныло этой стране это поздний ссср когда уже все шло к разграблению и никто естественно не вкладывался потом здесь была одна большая торговля все разграбили чего здесь только не было в советское время мы еще застали и племенных быков и племенных свиней и каких-то птиц здесь и птицы были всякие разные разные чуть каких только выставку выставка достижений народного хозяйства здесь было и в 90 это все было растащено статуи все растащено куда они сиделись если на даче то ладно а если просто уничтожили но могли просто уничтожить потому что сюда пришли захватчики на все это достижение советского союза очень многие здания уничтожены здесь тоже буду уже это видом деревьям по прогалам так сказать они вокруг домиков много много было всяких строений ну какие-то из них были довольно скажем так ветхие но сделаны настолько были искусно под античность что они казались каменными то есть мастера были такие да внутри там изнутри была дерюга какая-то какие-то доски не так уж много было хорошего материала но снаружи делали просто игрушечки но были дома и старинные оставшиеся от прошлой цивилизации по крайней мере их нижняя часть тоже все уничтожено может быть кое-что кое-что осталось надо будет проверить что уже после собянина они уже вылизывают все прочищают с одной стороны конечно это это все хорошо для прогулок с другой стороны конечно то что не сохраняют историю в том числе советская конечно это очень и преступное и решали так все конечно сейчас благоображено обла облагорожено после лужковских времен здесь уже облагорожено вот так тоже были заборы и глина в конкретно в этом месте тоже что-то все рыли-рыли копали-копали были большие котлованы глина была высотой не менее 6 7 метров а то и и и глубже вот такие слои глина что под ними большой большой вопрос здесь долго-долго-долго что-то ничего не делали к этой ямище было вот на этом месте даже транспорт сейчас ходит но веселее стало безусловно с огнями с освещением веселее что там говорить но надо сохранять эту уникальную историю но опять-таки вопрос кто же ее будет сохранять сколько было панно всяких мозаики здесь уникальные фонтаны здесь были уникальные надо все проверять что-то может быть осталось 90 процентов уничтожено вот остались павильоны более позднего ссср брежнев ских времен вот он остался стоит семена весь были еще какие-то павильоны но они не работают тоже как-то странно почему они не работают такое колесо здесь огромное но было в другом месте и другое колесо цвета триколор накрашено все навязывают конкретно символику прям активно начали навязывать эту символику видимо отданы такие распоряжения просто тупо вбивать в головы просто насильно вбивать бивать в головы особенно подрастающим поколения потому что нам советским это не вобьешь хотя многих удалось зомбировать к сожалению вот кафе сохранилось прям незаправедных времен советских там 70-х годов вот она как была здесь кафе так она здесь и есть сейчас она какой-то национальная грузинская по-моему вот это здание давнишняя не такое конечно давнишняя как сама в днх сама в днх выставка здесь какую-то штуку поставили когда водокачка такая непонятно надо будет прийти днем посмотреть что это такое карусели что ли а по в днх у меня будет отдельная работа сейчас немножко буду посвободней из экскурсии и шаг за шагом буду потихонечку материал собирать его очень много накоплено и съемок по в днх в разное время в разные годы тоже есть даже успела застать еще на старые старые телефоны заснять уходящую эпоху в днх то есть буквально там несколько секунд сохранились кадры зданий само это место очень загадочная вопрос к нему много много всяких тайн кое-какие тайны я рассказываю на своих прогулках экскурсиях и вот на 24 год подготовлю именно по в днх отдельного прогулку думаю что как раз подобьюсь интересные хвостики нюансы информации может быть еще что-то откроется за это время удастся найти на лавце и зверь бежит вот но пока любая информация которая меня будет даже если что-то с youtube там будут какие-то проблемы то во всех этих группах по искажению истории и телеграме везде будут ссылки все на все возможные ресурсы так что где-нибудь да увидите и прочитайте очень много я постараюсь делать уже переводить в текстовый вариант в том числе потому что фильме невозможно все сказать всю информацию для особо вдумчивых людей тех которые действительно хотят не просто еды скажем так информационные фастфуда а хотят осмысления и понимание своего места в этом мире что здесь вообще происходит с нашей история потому что в днх это тоже можно сказать одно из сердец нашего мира не только москвы и советского союза одно из сердец нашего мира тоже такое место сакральное действительно он таит тайны вот они делали в советское время например здание союзмультпарк сделали ну хорошо хорошо оформлено по крайней мере буквами советских мультфильмов добрыми такими буквами вы посмотрите какой глубокий там подземный этаж нижний этаж и так везде здесь по крайней мере это все наглядно видно потому что здесь огромный слой глины и он туда течет вниз вниз там же искусственные пруды которые были на речке дальше ботанический сад это очень старое место хотя по картам кажется что она вживается но такое глухое как будто бы по старым картам но я уже показывал несколько фильмов с той стороны в днх скажем так со стороны ботанического сада со стороны марина и там тоже есть осколки здания это показала кошонки лук вот эти места шарашка старинный из красного кирпича где служеницын сидел у меня это все есть на канале то есть это место давным давно обжитое и многие дома советского типа где-то вот 60-х годов 70-х даже 50-х они стоят на старых фундаментах такая то что у нас тут такое за что это за символика ах дом страхов вот пожалуйста страхов нам не хватает страхов них значит здесь из павильона семена сделали дом страх представляете как меняется вот было созидание а теперь дома страхов будет так это что у нас вот советская кое-как ее слепили фрагмент вазы или фонаря может быть какого-то вот оно созидание колось и пшеницы все растет вверх а сейчас это время страхов пощекотать нервы хотите пощекотать нервы езжайте на войну можете пощекотать нервы знаете что во что превращение нашего днх вето ставлю на эти все страхи вето 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 давно здесь не было и все загажено место семян место созидания чтобы люди растили сколько здесь было и разруха вас ничего не творит они взяли и разрушили это все и на месте советской символики еще делают они таким голосом люди ходят и вот они это все воспринимать еще творят разрушили символику советского взяли разрушили колонну разрушили и положили да ты твой эффективе твой вето тебе пошел пошел туда откуда пришел все заткнись зараза смотрите что никаких зеркал вето вам всем вето 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 всем вам вето вето вас заберут все страсти напастье какой мир имелись и такой и вам отмерено будет все те кто это сочин но особо людей здесь не видно не особо они сюда стремятся вот здесь вот тоже под ним есть однозначно второе дно под этим зданием что там неизвестно но здесь были магазины мед продавался такие все вкусности всякие которые привозили люди да еще еще в 90-е годы и в 2000-е годы еще здесь шла эта торговля все ничего нет никаких семян никакого созидания из-за в днх тоже делали шоу площадку и здесь очень удобно проводить ритуалы чем они занимаются периодически но ставить вето необходимо потому что вето это говорит о нашем несогласие неприятие этих безумных ассерт сатанистов которые на советском наследие украв это все присвоив себе проводят свои черные делишки с нашим же народом с нашими детьми внуками с нашими потомками то есть они задача у них переформатировать население под себя под свои нужды под свою еду потому что информационная еда она тоже еда не говоря уж о буквальных вещах вот так вот была круговая панорама и опять там какие-то какие-то опять знаки непонятные да там просто показывали фильмы интересные так спиральки у нас какие-то крутятся в этой круговой панораме скорее всего все это тоже используется уже для зомбирования для зомбирования для негативного зомбирования опускание по вибрациям и задача для чего получается складывается деньги вроде бы в благоустройство чтобы люди сюда приходили попадали вот в эти штуки вот видимо для чего потому что просто так они деньги конечно никогда не тратят тем более уж на то чтобы люди становились сильнее и умнее и лучше но все что бог не делает все к лучшему нет хода без добра поэтому приходите и ставьте вето там где 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 нужно закрыть черноту а там где хорошо ставим да будет так пускай будет так все хорошее мы увеличиваем а все что человека уменьшает делает его хуже уменьшает его жизнь уменьшает его вселенную его пространство его свет мы на все это накладываем вето и как злятся некоторые но не знаю кто они люди или не люди пишут что это секта не секта они даже не знают что вето применяется в оон я все время напоминаю напишите в оон что это тоже секта и американцам тоже свое право вето используют когда считают нужным а мы почему-то решили не использовать свои права сами сами решили ну вот теперь очнулись и начинаем использовать поэтому на все хорошее мы говорим да вот как-то арка советская а на все что плохое говорим вето так ну-ка что у нас тут фотография советских времен по крайней мере а может быть уже и и не советских а может быть уже и вот это что это уже пост советские вот так хотелось сделать короткий обзорный ролик а получился прям огромный ролик так у нас там небо светится фонари отражаются на облаках а так в днх все равно это место несет такую светлую энергию что ничем ее не замарать не получается у них вот так благодарю за внимание с вами была Галина Кунышева до свидания